Прошло почти полтора месяца со старта сезона. Мы как-то спрашивали в группе, кто как прокачал сезонный пропуск, и были те, кто из-за сессии не играл практически, и награды сезона им еще только предстояло выловить, но были и те, у кого уже более 150 рангов сезонника. Да даже если ты наполовину сезонник вкачал, наверняка перед тобой встает вопрос, а что теперь фармить в сезоне? Сюжетные миссии появляются раз в неделю, новый паблик-евент с гамбитом в патруле уже надоедать начинает, пора бы и позаботиться о том, чтобы выбить пару годных сезонных пушек. Что ж, согласен, в этом сезоне у нас на удивление есть удобный способ фарма разного снаряжения, через призма-преобразователь. Тут можно и новое оружие выбить, и оружие сезонов уже прошедших, сезона рассвет, величия или бессмертия. И хоть теневые энграммы падают нам довольно часто из любых активностей, для того, чтобы их сфокусировать, требуется немалый запас измененного элемента. Для тех игроков, у которого не нафармлено этой валютой в несколько тысяч, каждая фокусировка энграммы дается довольно дорого, то есть расшифровывать лучше с пониманием того, на что ты тратишь ресурс. Но я уверен, что не все из зрителей разбираются в том, какие пушки текущего и прошедших сезонов достойны того, чтобы их фармить. Может быть не знают, какие перки на них ловить. Вот давайте сейчас и постараюсь эту тему разживать. Расскажу о пяти оружиях, которые тебе точно пригодятся. Но сначала небольшое сообщение от спонсора. Ну а спонсором этого видео стала игра Raid Shadow Legends. Готов поспорить, ты когда-нибудь мечтал стать героем своего фэнтези-приключения? Что ж, тогда тебя ждет эпичный и мрачный мир Телерии, в котором священный орден столкнется с темными эльфами, а армия баннератов сражается с ордами нежити. Тебе предстоит собрать и обучить свою собственную команду героев, делать их сильнее и бросить вызов соперникам в новом приключении. Играть в Raid ты можешь теперь не только на смартфоне, но и на ПК. Одна из клевых вещей в игре, то что вы можете сами решать, какие чемпионы пополнят вашу армию, а каких вы принесете в жертву для прокачки других. Давайте прямо сейчас откроем несколько осколков. Так, сестра Милитанс, так себе чемпион. Монах у меня уже есть. И еще один Старобородый, этого чудилу я точно не оставлю. А теперь давайте всех их бросим на прокачку моего сильнейшего чемпиона. В игре также появилась новая групповая арена для ПВП баталий. Вместо привычной битвы 4 на 4, вам нужно пройти серию из трех сражений и выиграть две из них для победы. Скоро за победы в этой арене будут выдавать особые крутые награды. Так что любителям ПВП точно понравится. Так чего же ты ждешь? Качай рейд Shadow Legends прямо сейчас по моей ссылке в описании видео и получи кучу специальных бонусов, а также чемпиона за конницу. Я уже жду тебя в рейде. Давайте в общем-то начнем с оружия этого сезона. То есть прям самого свежего. На удивление тут можно выделить больше одного оружия. Начнем с самого простого. Меч Крюк Искушения. Он доступен для получения из теневых анграм сразу же в отличии от второго сезонного меча. Лезвие Гильотины. Для получения которого нужно сначала разблокировать его в сезонном пропуске. Так что найти хороший ролл вы можете хоть сейчас. Какой именно ролл? Ну я делал аж отдельное большое видео об этих двух мечах на канале. Так что подробнее все там можете посмотреть. Но если сухо перечислять перки, то я бы советовал следующий набор. Зазубренная кромка, мастерская горда, град ударов и клинковый вихрь. Последний слот в качестве альтернативы можете рассмотреть в окружении. А также если во второй слот упал другой перк, то тоже не парьтесь. Там вообще все равно по факту, что у вас будет выбрано. Для меча Лезвия Гильотины набор перков абсолютно идентичный. Да как и для любого меча, по правде говоря. Но давайте все же к пушкам. Пострелять из новых сезонных винтовок тоже можно. Особенно если речь об импульсной винтовке Холодный Отказ. Вы знаете, что импульсные винтовки в этом сезоне в пвп встречаются куда чаще. Все это результат небольшого бафа усиленной рамы. Винтовкам этого архетипа слегка подняли урон и теперь они наконец-то стали играбельны в гарнила. Новая пульса Холодный Отказ как раз на усиленной раме. Да еще и с неплохим набором перков. К тому же для ее фарма вы можете фокусировать теневые энграмы, из которых кроме винтовки может упасть меч Лезвия Гильотины, о котором я говорил в начале. Так что либо то, либо другое оружие уж точно выпадет с годными характеристиками. Какие перки я бы рекомендовал для этой винтовки попытаться выбивать. Удлиненный ствол, либо полный калибр. Два ствола, которые дают наиболее ощутимый бонус к эффективному расстоянию. Рикошетные, либо крупнокалиберные патроны во вторую колонку. Все по той же причине, нам нужно увеличить дальность стрельбы, это напрямую влияет на урон и точность. Питающая Ярость в предпоследней колонке и Головорез или Магазин для Мультиубийств в последней. Головорез будет увеличивать урон винтовки при прицельных попаданиях после каждого попадания в тело, а Магазин для Мультиубийств увеличит урон с возможностью накопления стаков. Больше ПВЕ перк, но все же. И да, я понимаю, что Головорез так долго был неинтересным перком, что его уже всерьез никто не воспринимает, но вот именно из-за бафа усиленной рамы для импульсных винтовок он может себя проявить в этом сезоне. На самом деле из всех пушек этого сезона, Холодный Отказ мне понравилось больше всего. Я люблю импульсные винтовки еще с первой части, но они не всегда хорошо работали и не всегда были в мете. Так что то, что сейчас появилась возможность поиграть с ними более-менее комфортно, не может меня не радовать. Крыло бдительности вот еще заиграло. Еще бы Гравитоновое Копье в мету вернуть, был бы доволен в принципе. Следующий лот не новое оружие, не этого сезона, но все же крайне актуальное и также добывающееся из теневых анграм. Автомат во второй слот Гнетущий Голод. Раньше за ним приходилось ходить в жуткую активность Суд. А теперь все проще. Фокусируйте анграму на лидерство и загадывайте желание на годный ролл. Например на такой. Удлиненный либо зауженный ствол, высокоточные боеприпасы, ну или расширенный магазин для ПВЕ, палец на спуске или постижение дзен в третий столбец, либо еще лично мне на автоматах в этот слот нравится кабура с автоподзарядкой, ну и киллерский магазин либо полоса удач в последней колонке. Первый для ПВП, второй для ПВЕ соответственно. Автоматы со скорострельностью 600 выстрелов в минуту до сих пор в мете в Гарнила. Так что на роли в Гнетущий Голод с достойным набором перков вы компенсируете себе отсутствие например заклинателя из Испытания Сириса, отличная альтернатива. Да и в принципе если вы сейчас зайдете в любой матч Гарнила, вы убедитесь что этот автомат мало того что дико популярен, так еще и работает даже при не идеальном роли. Автомат вполне заслуживает отдельного ролика, но с этим я уже как-то опоздал. Далее пистолет, пулемет и тел. Еще одна старая пушка с обновленным капом силы. Можно было бы поворчать, но не хочется, ведь после ухода Паука Отшельника на покой, многие сходятся во мнении что именно эта ППшка займет его место. Во-первых сейчас наролить ее может каждый, тут нет нудного ПВП квеста, правда? А набор перков на ней весьма солидный и вариант хорошего ролла тоже можно подобрать не один, но я все же постараюсь более менее кратко. Если мы говорим об Икел ПП как об альтернативе в ПВЕ, то в первой колонке я бы стал искать либо гофрированный ствол, либо зауженный ствол. Первый дает бонус к стабильности и удобству оружия, а второй к эффективному расстоянию. Лично на мой вкус я бы предпочел дальность всему остальному. Во вторую колонку нам нужны магазины с наибольшей емкостью, такими станут тактический магазин и увеличенный магазин. Первый это идеальный вариант, он и скорость перезарядки, и емкость магазина увеличит. Второй даст наибольший бонус к емкости, но снизит скорость перезарядки. Высокоточные боеприпасы в эту ячейку тоже есть, но это если вы ролите ППшку под горнила. Так, а вот в третий слот очень сложный выбор. Тут у нас 4 замечательных перка. Датчик угроз, жизнеобеспечение, датчик пульса и мародер. В идеале датчик угроз, поскольку он улучшает перезарядку, стабильность и удобство при приближении врагов. А это как раз тот сценарий, в котором мы используем пистолет-пулемет. В последней строчке мы можем выбрать между двумя перками, и в таком случае абсолютным лидером станет в окружении. Это редкий перк на урон для современных ПП. Вы наверняка замечали, что банджи явно боятся дать нам новый незаменимый паук-отшельник. И аккуратно убрали все киллерские магазины и рубаки из роллов обновленных ПП. Так вот, в окружении на икеловской ПП-шке есть, и он даст вам бонусных 40% урона при близком нахождении к нескольким противникам. Весьма ценный подарок, не так ли? Вторым перком я бы советовал искать диверсант, который поможет вам откатывать энергию гранат. На любом классе и в любой активности это действительно полезный бонус. В эту пятерку оружия мне хотелось включить что-нибудь не очень популярное. И я остановился на этом. Пока вы будете пытаться достать из теневой инграмы хорошую ПП и Кел, вам будет очень часто сыпать дробовик в обратном порядке, который сначала не покажется ничем интересным, но меня тут спрашивали о хороших дробовиках, в ПВЕ, мол вот икел дробаш падает в подземелье, стоит ли играть с ним, или же сложно если достать его, есть ли какие-то альтернативы. Но вообще икел дробовик не так хорош как когда-то, так что озадачиться поиском альтернативы вполне хорошая идея. В этих поисках мы и дойдем до обратного порядка. Главное что нужно знать об этом дробовике, это то что у него точная рама. Дробовики с этим типом рамы получили в этом сезоне баф на 30% к урону в крит в ПВЕ. Цифра серьезная, и она делает дробовики такого типа самыми интересными для ПВЕ на данный момент. Главная особенность такого типа рамы, что при стрельбе из дробовика огонь ведется одной пулей, а не дробью. Так что это позволяет стрелять на довольно больших для дробовиков расстояниях, а главное целиться нужно именно в крит врага. Хотя даже по урону в тело этот дробовик обходит икел. Но стрелять из шотика нужно в голову, и это для многих может показаться проблемой. Но все же именно так в обратном порядке может стать вашим незаменимым оружием на фазу урона по жирным противникам и мини боссам. Из рекомендуемых перков ствол, чеканные нарезы или зауженный ствол. Во второй ячейке только штурмовой магазин, поскольку он поможет эффективнее всего увеличить скорострельность. Кабура с автоподзарядом в третий слот. Перк позволит вам чередовать дробовик со своим основным оружием и всегда при этом иметь заряженный магазин. Ну а в последней ячейке на выбор два отличных перка. В окружении или стрижающее оружие. Оба на урон, оба под пве работают отлично, так что в идеальном роли вам можно будет переключать два этих перка и добавлять еще мод на урон по крупным противникам либо по боссам, или же мод на усиление в окружении. Конечно можно было бы еще поговорить о других пушках, например о гранатомете воспоминания Берингера или и келл снайперке, но я решил что на первый раз пяти перечисленных пушек будет достаточно. А вернуться к теме можно будет еще долго, ведь сезон у нас затяжной получается. Надеюсь тебе повезет с роллами на оружие, которое ты выбрал из этого видео и ты получишь его быстро. А я на этом прощаюсь, спасибо что досмотрел ролик до конца, до связи.